МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Итак, основные темы выпуска. Глава города провел плановое оперативное совещание. Принимаемые меры, в том числе профилактического характера, способствовали сокращению почти на 4% общего количества регистрированных на территории Смоленской области преступлений. Смоленские полицейские за прошлый год раскрыли более 6 тысяч преступлений. Сводка криминальных происшествий за неделю. Этим наш народ сохранит свою аутентичность, свою культуру и духовность. Не учись безделью, а учись рукоделью. В Десногорске открылась экспозиция народного ремесла. На интерактивном портале «Карта убитых дорог» жители Смоленской области отметили около 1 тысячи проблемных участков. Только за 2018 год, благодаря работе сайта и активности «Смолян», осуществлен капитальный ремонт 217 дорог, а ямочный ремонт проведен на 250 участках. По этому поводу представители Народного фронта и координатор проекта «Карта убитых дорог» встретились с властями региона и обсудили план ремонтных работ на весенний период. 15 участков дорожного полотна с трамвайными путями запланировано привести в надлежащее состояние в апреле. Также активисты обозначили ряд школ и больниц, возле которых необходимо оборудовать тротуары. Проблему обещали решить в ближайшее время. Напомним, что Смоленская область входит в пятерку регионов в проекте Общероссийского народного фронта по количеству отремонтированных дорог. Работа коммунальных служб, эпидемиологическая обстановка, культурные мероприятия в городе – эти и другие вопросы обсуждались на плановом оперативном совещании в администрации Десногорска 22 января. Подробности далее. За прошедшую неделю в отделение скорой медицинской помощи обратилось 332 человека. С ДТП вызовов не поступало. В круглосуточный стационар больницы определили 116 человек. Заболеваемость ОРВИ в городе низкая. В Акушерском отделении на свет появились три младенца. Такова статистика медсанчасти номер 135. Инженерная инфраструктура эксплуатируется в нормальном режиме. Продолжаются работы по обеспечению придомовых территорий, посыпкой и обработкой антигололидными реагентами. И продолжаем эксплуатировать жилой фонд в нормальном режиме. Культурная жизнь города кипит и полна новых событий. Систематически проводятся различные мероприятия, праздники и конкурсы для детей и взрослых. В школе 17 февраля действует вторая областная выставка конкурс детского художественного творчества в выставочном зале «Феникс» Весногорского историко-краеведческого музея. 25 января в 17.00 вече встречи выпускников в детской художественной школе мы приглашаем туда. И также 25 в 19.00 празднуем День студентов в Центре культуры молодожной политики. В школах уже начали подготовку к новому учебному году. 26 января для будущих первоклассников и их родителей в школах пройдут вне открытых дверей. В средней школе номер один в 10 часов и в средней школе номер два и номер три в 11 часов. Оборудование центральной системы оповещения населения проверяется ежедневно и находится в рабочем состоянии. Виолетта Ефименко, Виталий Степанов, Светлана Разганова, Десна ТВ. Смолинские таможенники отчитались о проделанной работе за прошлый год. Более 160 миллиардов рублей они перечислили в федеральный бюджет за 2018 год. Это на 17 миллиардов больше, чем в 2017 году. В связи с увеличением количества участников внешнеэкономической деятельности, внешний торговый оборот вырос до 12 миллионов долларов. Смоленское таможне по-прежнему лидирует и занимает первое место по объемам декларирования среди Центрального таможенного управления. Также мобильными группами были выявлены 578 товарных партий из списка эмбарго. Около трех тонн санкционных товаров ликвидировано. Прошлый год для смоленской полиции был насыщен событиями и напряженной борьбой с преступностью. Начальник управления Василий Салютин на коллегии ОМВД подвел итоги работы ведомства за 2018 год. Подробности в сюжете. Достижениями и успехами отмечен ушедший год для полиции Смоленской области. Результатом проведенных мероприятий стало общее снижение преступлений в регионе. Так, из 12,5 тысяч злодеяний, среди которых кражи, разбой и мошенничество, раскрыто более 60%. Были отмечены успехи в противодействии преступным группам на территории области. Отдельное внимание уделялось успешной борьбе с наркопреступлениями, актуальной проблеме многих регионов. Всего в прошедшем году сотрудниками ОМВД посещено более тысячи таких преступлений. Более чем в два раза выросло число изъятых из незаконного оборота наркотических средств, фиотопных веществ и их аналогов. Практически 80 килограмм, в прошлом было 35. Много сделано для соблюдения правил дорожного движения. Использование современных технологий позволило зафиксировать и пресечь 800 тысяч нарушений правил дорожного движения. В предстоящем году приоритетными задачами оперативно-служебной деятельности значится борьба с коррупцией и профилактика преступлений, в том числе среди несовершеннолетних. Результаты изучения общественного мнения показали, что уровень доверия к полиции в Смоленском регионе находится на достаточно высоком уровне. А по итогам года лучшим территориальным органом МВД в области признан отдел МВД по городу Десногорску. О криминальной обстановке в городе расскажет начальник тыла отдела МВД по городу Десногорску Светлана Романова. За прошедшую неделю в дежурную часть поступило 96 сообщений о происшествиях и преступлениях. Из них 6 сообщений о преступлениях. Зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий с техническими повреждениями. Выявлено 96 административных правонарушений, в том числе 80 нарушений правил дорожного движения. Зараспитие спиртных напитков, а также появление в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах к административной ответственности привлечены 10 человек. На своем ютуб-канале Минпромторг разместил видеоролик процесса создания президентского лимузина Аурус Сенат. Новые автомобили должны позволить вывести автомобильную промышленность России на мировой рынок. Один из лимузинов серии «Кортеж» уже подвозил Владимира Путина 7 мая 2018 года к Большому Кремлевскому дворцу на церемонию инаугурации. Планируется, что новый лимузин «Аурус» станет основной машиной для поездок премьер-министра Дмитрия Медведева. Подробный процесс разработки и запуска столь ожидаемого авто смотрите на канале Минпромторга. 19 лет в Десногорской художественной школе существует клуб «Святой мученицы Пороскевы». В честь нее здесь ежегодно проводятся разнообразные выставки. Чему посвящена экспозиция 2019, узнаете из следующего сюжета. Второй областной конкурс детского художественного творчества на тему «И деревни, и село. Своё имели ремесло» состоялся в выставочном зале «Феникс». 270 работ из шести областных учреждений дополнительного образования приняли участие в конкурсе. До финала дошли 97. Это лучшие работы, создатели которых максимально ярко и точно смогли выразить свои знания и мысли на холсте. Перед тем, как взяться за карандаш и кисти, художнику необходимо внимательно изучить историю, прочитать не одну книгу о рукоделии и ремесле. Также важно внимательно рассмотреть орнаменты народных вышивок и распутать не один завязанный рукодельницей узелок. Изучение с помощью рисунка, когда сам ученик нарисует тот или иной праздник, или тот или иной вид ремесла, или даже предмет быта, или избу крестьянскую, когда нарисуют, посмотреть одно, а нарисовать – это уже другое, это уже более глубоко. Посетители выставки получили возможность заглянуть в прошлое и с помощью картин. Сюжетами для них стали «Народное гулянье», «Мой дед пчеловод», «Семья гончаров», «Вязание». Эти работы позволили узнать, как жили и чем занимались наши предки. У каждого конкурсанта был свой источник вдохновения для написания картин. Моя бабушка Ира часто печет пироги, и это вдохновило меня нарисовать такую картину, где девушка хочет побаловать свою семью свежей выпечкой. Мне нравится вязать. Я пробовала, и мне это очень понравилось. Известно, все девушки на Руси умели вязать. Сегодня выставка посвящена теме ремесло, и я решила нарисовать кузнеца. Дети возрасте от 5 до 12 лет систематически занимаются в клубе художественной школы и имеют внушительный багаж знаний русской культуры за плечами. Преподаватели основательно готовят участников конкурса. Не только накануне праздника или очередной выставки. Работа с детьми ведется регулярно. Конечно, надо изучать эти глубинные пласты, символику этих и вязаний, и вышивки, и песен, и сказок, и блин. Только этим наш народ сохранит свою идентичность, свою культуру, и духовность. И наш русский народ будет продолжать свои традиции. Отдельное место в выставочном зале выделили натюрмортом. Посуда и другая хозяйская утварь также являются неотъемлемой частью старорусской культуры. Все представленные работы юных художников многогранны и познавательны. Зарядиться положительным настроем от искреннего детского творчества и окунуться в атмосферу старины приглашаются все желающие. Выставка продлится до 18 февраля. Губернатор Алексей Островский проинспектировал ход ремонтных работ в общежитии номер два Смоленского государственного медицинского университета. Общежитие построили в 1960 году. В нем проживают более 600 иностранных студентов. Сейчас в общежитии проводится плановый ремонт. Обновились этажи с первого по шестой. Подвал планируется оборудовать под спортзал. Столовая в учебном корпусе также отремонтирована и готова принять и вкусно накормить не только студентов, но и других жителей и гостей областного центра. Губернатор Смоленской области Алексей Островский лично оценил ситуацию по ремонтным работам и в целом остался доволен. В 2010 году университет отпразднует столетие. К этой дате запланировано полностью отремонтировать имеющееся общежитие и построить новое. На эти цели в ближайшее время будет выделено 600 миллионов рублей. В эти выходные мужская команда Смоленской атомной электростанции проведет две встречи открытой лиги Смоленской области. В субботу матч состоится в 11 утра в физкультурно-оздоровительном комплексе «Десна». Соперником станет команда «Квантум Сатис» из Смоленска. В воскресенье начало матча в 13 часов. Соперник – гладиаторы из Вязьмы. Коротко о погоде. 23 января в Десногорске облачно, без осадков. Днем до минус 10, ночью минус 12. На сегодня это все новости. Все самое важное и актуальное не только на нашем телеканале, но и на сайте desnadefiz.ru. С вами была Виолетта Ефименко. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!